Добрый вечер. В эфире «Объективпозиция» в студии Юрий Борщ. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Булах, координатор Харьковского антикоррупционного центра. И, собственно говоря, речь пойдет о коррупции. О коррупции в коммунальном учреждении Харьковской областной онкологический центр. Здравствуйте. Дмитрий, насколько я знаю, в Харьковском областном совете была создана комиссия, временная депутатская комиссия по изучению деятельности этого учреждения. Какие причины создания этой комиссии? Для чего она была создана? И кто нашел эти правонарушения, если там они есть? Еще раз добрый день. Дело в том, что комиссия была создана на последней сессии областного совета. Причиной создания комиссии послужило мое обращение, собственно, к главе облсовета по поводу, как мне кажется, нарушений в деятельности Харьковского онкоцентра областного. С чем они связаны? Изначально мне стало известно, что на территории Харьковского областного онкоцентра снимает помещение фирма, связанная с дочерью директора онкоцентра. Это была как бы стартовая позиция. Я ее проверил, но она подтвердилась. Там действительно была фирма, и сейчас есть фирма, в которой 50% собственности владеет дочь. Она снимает помещение, это, собственно, аптека, которая продает медикаменты. Потом я решил детально исследовать ситуацию и нашел еще одну фирму с такими же позициями, тоже 50%, тоже была на дочери директора онкоцентра, и тоже на территории онкоцентра продавала лекарства. Далее Сергеем Черновым была создана комиссия, главой облсовета. И я с комиссией вышел на объект проверить, собственно, обстоятельства. И мы обнаружили, что, собственно, в самом онкоцентре работает, ну, как мне кажется, большое количество родственников директора. Это его дочь, та, которая является совладельцем фирмы. Это его жена, это тесть и теща. Чтобы правильно понимали, существуют коммунальные учреждения, которые финансируются из областного бюджета. На территории этого учреждения есть аптека частная. Две аптеки частные. И собственниками этих аптек являются лица связанных? Совладельцем, да. Да, собственно, дочь, и там и там являлась на 1 января 2016 года, являлась совладельцем. Не, ну, такая практика, она распространена, по большому счету, везде, по большому счету. Но мы сейчас будем говорить, знаете, о чем. Если там цены на лекарства ниже или не выше. Ну, по имеющейся информации, наценка в этих аптеках порядка 40%. В среднем по городу 17%. К тому же, ну, это то, что мне, скажем так, инсайт пришел от фармацевтов, от экспертов. Вот. И еще могу сказать, что сам онкоцентр, учреждение за бюджетные деньги покупает, например, за прошлые 3 месяца осени купила в этих аптеках медикаментов 54% от общего объема. То есть используются бюджетные деньги для закупки лекарств у фирмы, которая принадлежала дочери директора. И сколько эта ситуация продолжается на сегодняшний момент? Ну, скажем так, одна из фирм там работает уже, насколько мне известно, точно больше 10 лет. А вот медикаменты, какой ряд медикаментов? Это те медикаменты, которые именно необходимы? Там есть договор, перечень медикаментов неизвестен, есть договор на поставку медикаментов. Какой перечень медикаментов? В чем роль депутатской комиссии? Вот вы создали ее и какие будут результаты? Это будет потом обращение уже в прокуратуру, это будет обращение в милицию, в полицию. Да. Роль комиссии, у комиссии есть 3 месяца на изучение обстоятельств, которые я изложил. Там еще есть обстоятельства, которые пришли уже со временем. Это некий вывод по поводу, как менеджмент предприятия, как менеджмент учреждения справляется со своими обязанностями. Я могу сказать свое субъективное мнение. Я был на территории онкоцентра, но состояние онкоцентра, просто физический износ помещений, каких-то фондов и так далее, он критический. Там реально состояние многих корпусов это как бараки. Я не знаю вообще, как могут там находиться люди больные, тем более больные такими тяжелыми заболеваниями, как онкология. Поэтому, на мой взгляд, нужно максимально детально изучить всю деятельность менеджмента, директора, его подчиненных, и вынести свой вывод и, возможно, расторгнуть контракт. То есть, а сколько занимает должность директор? С 2008 года. Ну, то есть, уже прилично он находится на этой должности. И, я так понимаю, нарушения не связаны не только, например, с тем, что аптека находится… Ну, есть ли законная противозаконность в том, что аптека находится, частная аптека находится на территории коммунального учреждения? Вопрос не в том, что она частная. Частная аптека может находиться на правах аренды. Вопрос в том, что там есть совладельцем дочь директора. Ну, а это же не является правонарушением прямо? Согласно закону о коррупции, это конфликт интересов. То есть, и я вам скажу, что после того, как мы подняли этот вопрос, директор уже вывел из совладельцев свою дочь. То есть, вот на рубаре она сейчас, ее уже там нет. На 1 января она была. То есть, это тоже, как бы, косвенное подтверждение того, что это, ну, он сам... Но пока не было от вас обращений в правоохранительные органы? Пока занимается это вот антикоррупционный центр и депутатская комиссия? Нет. Я знаю, что в правоохранительных органах существует как минимум два уже уголовных производства. Значит, причем не связаны с этими фактами, которые изложил. Уголовные производства связаны с другими фактами, с деятельностью фонда Меценат, который фактически там, ну, находился без прав, скажем, там находиться. Это еще летом 2015 года была история открыта. И по поводу того, что на территории онкоцентра фактически создано общежитие, где в одном из корпусов живут люди. Не больные, не сотрудники, ну, то есть, не связанные с онкоцентром люди. То есть, фактически, возможно, там сдается в аренду просто жилплощадь. То есть, эта аптека стала такой, скажем так, отправной точкой? Да, это просто стартовая точка. Потом, как снежный ком, оно все больше и больше накатилось вот такой ворох проблем. А сколько сейчас, может, информация располагаетесь, сколько сейчас больных находится в онкоцентре? Нет, я не знаю. Хорошо, вы упомянули фонд Меценат. Это тоже какой-то благотворительный фонд, как всегда создается при поликлиниках, при других учреждениях здравоохранения. То есть, его деятельность вы рассматривали? Мы рассматривали конкретно деятельность этого фонда в конкретном онкоцентре. Я могу сказать, что летом открыто было дело, и фонд Меценат, то есть, для того, чтобы фонд находился на территории какого-то учреждения медицинского, он должен заключить договор аренды на какое-то помещение, комнату или несколько комнат, и, соответственно, там находиться для того, чтобы принимать благотворительные какие-то взносы. Фонд Меценат находился там без этого договора, то есть, фактически, он не имел права там находиться. Более того, платежи, ну или платежи, как взносы от населения, от людей, которые от больных, от родственников, принимали сотрудники больницы, которые официально получали зарплату в онкоцентре. То есть, это отдельные должны быть люди. То есть, это фактически злоупотребление служебным положением, то есть, это люди должны быть не связанные с онкоцентром, это просто могут быть отдельные люди. Что касается вообще фонда Меценат, то, конечно, его деятельность, скажем так, известна давно, с разных сторон, скажем так, но насколько вот так субъективно, скажем, моё оценочное осуждение, что это просто тоже одна из коррупционных схем, которые существуют в медицине. Если говорить о суммах определенных, сколько было потрачено бюджетных средств для закупки, вы же какие-то цифры там изучали, сколько было потрачено средств, что, быть может, и медикаменты, они являются надлежащего качества, либо опять закупались медикаменты, которых там срок годности истекает буквально там через полгода. Смотрите, есть несколько историй, у вас вот сейчас вопрос, он состоит из нескольких, на самом деле. Первое, по поводу сумм. Я могу сказать, что вот то, что я говорил по поводу осенней закупки в этих вот аптек двух, это порядка 300 тысяч ривен за три месяца было на эти две фирмы перечислено. Именно, ну, получается, с бюджета учреждения, с бюджета, ну, с областного бюджета фактически. Что касается качества там медикаментов, тут вот это сложно мне сказать, но опять-таки, ну, свидетельством неким, которые мне говорили, часто используются эти аптеки или, ну, и другие вот в учреждениях аптеки, они используются как раз для продажи именно просроченных лекарств. То есть, либо же лекарств, скажем, ненадлежащего качества, в том числе из срока годности. Ну, покупаются лекарства, которым буквально осталось неделя до окончания срока годности. Они не покупаются, они берутся и там через разные схемы продаются. 300 тысяч гривен, это было за два месяца приходовано в прошлом году, то есть люди за три месяца спешили, наверное, до конца года освоить бюджетные деньги. Возможно, да. Кстати, я хочу сказать, что в 2016 году не было, ну, на две недели назад не было закупок у них через эти годы. А по вот этому онкоцентру, насколько, вот ранее вы информацию поднимали, насколько эффективна вообще деятельность его была? Или никто не занимался этой проблематикой вообще? Ну, тяжело говорить об эффективности, ну, онкологический центр, это, ну, статистика смертности. Украина является одним из лидирующих по заболеваниям, онкозаболеваниям. То есть здесь, наоборот, нужно внимания государства быть, а то, что вы говорите о том, что первое, люди живут, не живут, а получают лечение в ненадлежащих условиях, это одно, а второе, покупают лекарства, скорее всего, по завышенной цене, это второе. И плохого качества. Да, то есть, а качество медицинских услуг, например, в то же вопрос стоит. Это вопрос, да. Ну, я скажу опять-таки, я, слава богу, не сталкивался с онкоцентром как больной, или там родственники мои не сталкивались. Но я получил вот массу неких таких отзывов, да, по поводу онкоцентра. Я могу сказать, что там, конечно, ну, очень, ну, кроме коррупции, да, то есть вот кроме всех этих вещей, ну, людям, к сожалению, редко помогают, скажем так, вот выжить. Да, то есть, потому что понятно, что смертность в онкологических учреждениях, она высокая, ну, всего. Ну, насколько ясно, какой-то пакет базовой помощи в медицинской должен оказываться за счет бюджетных денег, да, то есть и лекарства, приобретательства, химиотерапия, вот каким образом там это все, вот, быть может, вы знали информацию, что вроде бы бесплатно, но пациентам говорят, а нужно что-то доплатить, вы же понимаете, у нас сложная... Так и есть, да, на самом деле, ну, государство, ну, как мне говорили и медики, и фармацевты, обеспечивается до 60% потребности в химии. То есть, ну, грубо говоря, там, человеку нужно пройти там, ну, там, несколько курсов химии, но 60% должно быть закрыто за счет бюджета. Происходит же, к сожалению, не так. То есть, людям действительно через, как, ну, опять-таки говорят, через кабинет продают эти лекарства, и химию, и, ну, там, другие какие-то препараты. И, ну, вот, и люди там фактически продают все свои имущества, там, для того, чтобы... Удалось ли вам пообщаться, вам, членам депутатской комиссии, кстати, кто вошел в депутатскую комиссию, например, и насколько взаимодействие вот этот коллектив, который действительно хочет расследовать эти, ну, возможные злоупотребления, либо, например, эта комиссия, которая создана для того, чтобы создаться, а потом принять решение, что там ничего не было. То есть, вот эти вопросы. Ну, я лично и, там, ряд моих коллег, я уверен, что мы не дадим сделать это формальным отчетом и не дадим, там, грубо говоря, прикрыть выводом комиссии деятельность, там, того же руководства онкоцентра. Я уверен, что у нас будет более-менее объективный отчет, во всяком случае, я все, что от меня зависит, я сделаю. Поэтому я прошу и харьковчан тоже, там, принять в этом участие, обращаться к членам комиссии. Это всего 12 членов комиссии. Мы будем объективно, действительно, запрашивать везде информацию, и в том числе от граждан, от родственников, от больных, там, пациентов, бывших к этому учреждению. Поэтому обращайтесь, пишите на мое имя, там, на имя других членов комиссии, в облсовет, что вам известно о деятельности этого онкоцентра. Вопрос, какие полномочия являются у депутатской комиссии? Вы можете ли привлекать каких-то экспертов? Вот каким образом, быть может, нужно привлечь медиков, быть может, сторонних медиков? Будет ли это делать? И вот на сегодняшний момент вы уже выезжали всем составом комиссии, либо там как-то полномочия распределены? Смотрите, по поводу полномочий. Полномочия у комиссии, мы можем привлекать любых экспертов по нашему мнению, по нашему желанию. То есть мы приглашаем к сотрудничеству у кого-то эксперта, медика или там фармацевта, или, не знаю, правоохранителя, кого угодно. И он работает с нами в комиссии. У нас в самом составе комиссии есть несколько медиков, которые, ну, профильные, в смысле депутаты облсовета, сами по профессии медики. Значит, по поводу, как это будет происходить, мы принимаем решение, выходим на сессию облсовета, отчитываемся, и весь облсовет тогда принимает наш отчет, ставит, возможно, вопрос о расторжении контракта и обращается в правоохранительные органы. Возможно. Ну, это один из сценариев. То есть в другой сценарии мы чего-то не находим. Например, мы считаем, что нужно обратиться в правоохранительные органы, но не расторгать контракт и так далее. А контракт заключен на сколько лет? Он действующий сейчас? Действующий. До 2018 года он заключен между... Мы говорим-говорим о неком руководителе онкоцентра, он же имеет своими фамилии участия. Да, это Юрий Алексеевич Винник. Это он, мало того, что директор онкоцентра, он еще является деканом кафедры, или, как я не знаю, как называется, в общем, в ХМАПО по онкологии и главный специалист по онкологии Харьковской области. Кстати, пользуясь случаем, мы приглашаем руководство Харьковского обл. онкоцентра в нашу студию, чтобы вы также смогли свою позицию здесь рассказать о Харьковчанах. Может быть, это все надумано, и фактов злоупотребления нет. В то же самое время, время деятельности комиссии, за сколько, за которое премеждаем времени, вы должны дать какое-то свое заключение? Комиссия создана на три месяца, она создана буквально неделю назад на последней сессии областного совета. Три месяца, это, ну, получается, грубо говоря, до мая, начала мая. Если подытожить, какие их самые главные нарушения вот там создают? Мы говорили об аптеках. Существует ли еще какое-то учреждение там, связанное с родственниками руководителя? Ну, там две аптеки, на самом деле. То есть, это две аптеки, это они просто разные. За ними стоят разные общества с ограниченной аптейцинностью. То есть, это разные. То есть, главное нарушение, которое вы увидели, это аптеки, которые принадлежат родственникам руководителя Харьковского онкоцентра, потом помещения, которые сдаются, возможно, в аренду. Да, возможно, да. И там люди находятся абсолютно не страдающие заболеваниями онкологическими. Что еще? На мой взгляд, это, что вся семья работает в этом онкоцентре, грубо говоря. Там не все медицинские должности. А у нас такая практика, знаете, когда коммунальные предприятия... Ну, это неправильная практика. Коммунальные предприятия возглавляют, ну, семейный подряд такой работает. Ну, это неправильно, понимаете. Дело в том, что это принципиально неправильно. Это конфликт интересов. Я, если я руковожу предприятием, это не моя, извините, вотчина, не моя какая-нибудь собственность. Это собственность областной громад, ну, громад области, скажем так. И, ну, я, соответственно, должен показывать какой-то уровень. Это даже недопустимо с любой точки зрения, ну, с моральной, прежде всего, точки зрения, на мой взгляд. Далее, то, что относительно нарушений, насколько там, опять-таки, я владею информацией, там есть нарушения по поводу лечения. То есть, есть нарушения с испытаниями медицинских препаратов на людях. Иногда люди не всегда знают, что на них испытывают препараты. Ну, а должны по закону, они же давать заключение. Конечно, разрешение, да. Ну, вот то, что мне известно на данный момент, мы будем это проверять, еще раз говорю, но это мне сказали, собственно, сотрудники, бывшие сотрудники этого учреждения. Насколько такие вот, мы все боремся с коррупцией, абсолютно, в обществе такой тренд, где-то он пиар-тренд, наверное, где-то кто-то использует это в таких целях. Но насколько в этом составе облсовета удается решить такие вопросы? Потому что контракт заключен с этим руководителем до 2018 года, и, наверное, ну, ни у кого ранее не возникало такое желание проверить деятельность Харьковского онкоцентра. Да, и, кстати, это правда, потому что, ну, судя по тому, что я знаю, там последние два созыва, они создавали вообще временные комиссии. То есть вообще, не говоря уже о временной комиссии по проверке деятельности какого-то учреждения. В нынешнем облсовете, я благодарен своим коллегам, которые проголосовали за это решение сначала на комиссии, а потом уже на сессии, как мы видим, какое-то движение в этом направлении возможно. Сказать, что я питаю иллюзии по поводу того, что действительно сессия, или там депутаты захотят все раскрыть, как хочу, грубо говоря, я, я не питаю этих иллюзий, но нам, ну, грубо говоря, людям, которые хотят бороться с коррупцией, антикоррупционной направленности, нам нужно поставить тех людей, которые хотят помешать объективному расследованию в позицию, когда у них не будет выбора. То есть должны быть такие факты, чтобы эти люди не смогли на них не обратить внимания или сказать, что это нормально. А создание депутатской комиссии временной большинством голосом принимается в голосовом совете? Ну, все-таки, значит, у вас есть большинство, которые теоретически готовы обороться с проявлением коррупции в коммунальных учреждениях. Я думаю, это, наверное, не единственное коммунальное учреждение, а деятельность, которое надо рассматривать. Это просто первая, скажем так, ласточка. Я думаю, что дальше мы пойдем к следующему, потому что проблем, к сожалению, очень много в коммунальных учреждениях, и в том числе в учреждениях здравоохранения. Спасибо большое за участие в нашей программе. Я напоминаю, в гостях у «БТ-в позиции» был Дмитрий Булах, депутат Харьковского областного совета, координатор Харьковского антикоррупционного центра. Я же прощаюсь с вами до следующего эфира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова